Всем привет. Привет. Все мои детки на месте. Мы едем сейчас в школу. Я не накрашена, не успела накраситься, но я все равно только в машине еду, их только разложу, поэтому не стала краситься. И мне сегодня только в обед надо выезжать. На собрание у родительского Леона будет сегодня, а у старших будет и в следующей неделе. В следующую среду. У нас в следующей неделе, последняя неделя школа, и потом две недели каникулы будут. И вот у них перед каникулами прям эти родительское собрание у Льюиса и у Леона, у Замуэля. У Леона сегодня, а у Льюиса Замуэля на следующей неделе. Ну, в этот раз обычно я всегда делаю так, чтобы сразу за раз, в одно время примерно, всегда получалось отлично. Что, например, сначала к Замуэля, и потом через пять минут уже к Льюису. Отлично, если я совпадал, потому что все-таки ехать надо. А в этот раз не получилось. Так, получается так, что в обед мне надо, или во сколько, в одиннадцать? Нет, в двенадцать сорок. Я до двенадцати работаю. И вот в двенадцать сорок у меня, у Леона родительское собрание, а у Льюиса после обеда. В шестнадцатом с чем-то вечером. Придется два раза есть. Будь здоров. Спасибо. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста. Говорит, мама, скажи, пожалуйста. Короче, вот такие у нас дела. Сейчас у нас вчера вечером, ночью, ночью уже, можно сказать, так сверкала молния, и гром гремел прямо ужасно. Не знаю, потому что давно я такое не слышала. Прям сильно-сильно погремело так, и сверкало так, что я не знаю. Даже кошечка испугалась и в домик залезла. Она уже давно в домик не залазит. Ну, только когда сильно-сильно холодно было, и зимой она залазила. А так она не залазит. Она спит у нас на подоконнике, там одеялко и постеление она спит. Но вчера так начало греметь и сверкать, и она залезла в домик, голову вытащила, и смотрит, непонятно, что такое. Ну, сейчас вроде сухое, сейчас небо такое красивое было. Тучки, и где-то немножко солнышко, это восход солнца освещало вот эти тучи, они были такие красно-розовые. Ой, я обожаю вот это, обожаю небо, это моя слабость. Это небо красивое, особенно закаты, восходы. В любом, даже пусть тут тучки, вот это все, красно-розовое, вот это, ой, это вообще слабость моя. Закаты, это вообще моя слабость, а вот утром тоже небо. Очень люблю такую красоту. Сейчас мы едем в школу, у нас сейчас ровно 7 часов. Я везу всех детей, потому что Слава ночная, он спит. Он пришел. Мы встаем в 6, в полшестого я встаю, 6 детей бужу, и вот 6 тогда бужих детей. Слава приходит с работы. Ну, там, 15 на 7. И с нами завтракает и идет спать. А мне приходится всех везти. А тогда вторая смена у него, тогда он везет Леона, тогда Леону надо с нами рано утром ездить, а я старшим отвожу. Но скоро мне не надо будет отвозить, так как Льюису все-таки дали опять карточку проездную. Потому что вот эта школа, которую они же как объяснили, прислали нам в конце того учебного года, что в 8 классе уже оплачивать не будут. Будут, вернее, оплачивать только до ближайшей школы, которая близко к нам, они тогда выплатили. И вот они вот этот промежуток, вот этот вот расстояние до ближайшей школы, они нам переводили деньги, ну так, один раз в полгода, по-моему, вот в декабре перевели деньги за это. А остальное сами. И то это было дешевле даже, чем если бы мы эту карточку проездную покупали. Теперь пришло письмо, что они это все опять назад. Короче, они нам теперь заплатят до этого момента, когда это письмо пришло. Чтобы мы опять пошли в это бюро, как это называется, к секретарше в школу, отдали им это письмо, заполнила я там все. Это ближайшая школа, у них 8-9 классы переполнены, и он бы все равно туда не смог попасть, если бы даже мы хотели из того, что платить, теперь самим надо. Что они переполнены, и они все-таки оплачивают, теперь будут оплачивать проездную. И я этому очень рада. Утром мне теперь не надо ездить. Я сказала, сейчас до каникул я еще повожу, а после каникул уже будут ездить на автобусы. По крайней мере в школу. Со школы я буду забирать, потому что пока они со школы добираются, это очень-очень поздно приезжает. Они до полчетвертого уроки, и они только в шестом часу домой приезжают, потому что пока автобус придет. Вот такие дела. Я рада, что хотя бы утром не надо. Не надо будет рано вставать, и Леона отвозить. То есть с Леоном вместе еще. Тогда только Леона отвозить, и все. У Леона тоже есть проездной, но у нас там совсем рядом, и у меня есть на работу, то это по пути. Это во-первых, а во-вторых, если на автобусе ехать, то ему надо очень-очень рано, за полтора часа раньше выходить из дома, потому что автобус больше делает много, много детей забирает везде, и поэтому они так рано выезжают, поэтому мне въехать пять минут, а на автобусе он будет ехать там сорок пять минут. Поэтому вожу. Ну, я говорю, мне по пути и на работу. Теперь только скажу, что наполовину меньше буду ездить, только забирать. Они, конечно, привыкли, что вожу, такие, о-о-о-о. Я говорю, иногда воду возить, если настроение будет, то ввозить или если у Славы вторая смена, чтобы я его на свой сочи. Ну, иногда так, из рыбки. Короче, вот такие дела. Сегодня мы будем огромную закупку делать. У нас дома абсолютно все закончилось. Слава выспится. Ну, вот опять же, не можем сразу, как он встанет, поехать, потому что мне в час, может, мы с Славой пойдем, не знаю, на собрание родительство отлело, ну, 10 минут длится всего лишь. Потом уже время ни туда, ни сюда. Тоже не успеем закупиться. Надо будет уже со старшим ехать, в школу забирать, поэтому, когда старших заберем, в 4 будет дома и только в 4 поедем закупаться. А нам закупаться очень много надо, очень. Я говорю, все абсолютно закончилось. и готовая химия, и продукты, и все-все-все. Будет очень долго длиться. Еще в ТАКО мне надо заехать. Я там вещи заказала. Вот эти скидочные у меня купоны были. И я рассказывала, что я заказывала в онлайн это все. Ну, в час я купила в магазине, показывала вещи для детей. Уже летние вещи. И у меня еще эти купоны были, чтобы в интернете можно было заказывать. Эти же скидки. Но ничего не будет пропадать. Все равно вещи не нужны. Поэтому я заказала и сделала, чтобы они привезли не домой, а в магазин. Тогда не надо платить пересылку. Потому что в тех краях, где в магазин, мы все равно часто бываем. Поэтому я пришла туда. И она уже пришла в ту пятницу, по-моему. Да, в пятницу она уже пришла. И неделю она там будет лежать. И мне надо будет сегодня обязательно забрать, иначе я заберу. Я забываю. Сегодня заберу. Ладно. Буду развозить. Потом буду дома убираться, пока Слава спит. Конечно, пересосить не буду, а так вот все убирать, пыль вытирать буду. И потом обед надо готовить, опять думать, что готовить. Короче, сегодня очень насыщенный день у нас будет. Дикпаться, собрание, забирать, отвозить. Завтра мне на работу, в субботу тоже, на этой неделе в субботу буду тоже работать. Шести до восьми, правда, только. Ну, надо будет. Ладно, потом переключимся. Мы уже дома. Вернее, мы только что съездили с Славой, с Леоном на день рождения, я хотела сказать, на родительское собрание. Опять отлично все учитель сказал. Он говорит, Леон, говорит, идет только вверх. Даже между, как сказать, даже нету такого, что временами вниз, потом опять вверх. Все время, говорит, идет, идет вверх, вверх, вверх. Говорит, даже я так не учился. Учитель, говорит, когда он был в начальной школе, он говорит, я так хорошо, говорит, не учился, как ты учишься. Короче, мы очень рады. Леон тоже рад. Десять раз нас спрашивает, мама, вы рады? Мама, вы рады? Он так нравится, когда его хвалят. Ну, конечно. Я говорю, да, рады. И у него сегодня и в понедельник было, не, во вторник, вторник и четверг учились ездить на велосипеде. Я так переживала. Я же рассказывала, что он только начинает и еще очень неуверенно ездит. И особенно сегодня я не так уже переживала. Во вторник я себе места не находила, когда он был в школе. Он тоже переживал. Я говорю, ты обязательно скажи, что ты еще не умеешь, ну, как не умеешь, что только начинаешь ездить, что еще очень неуверенно, чтобы предупредила. А то они будут сразу от тебя ожидать, что-то там гоняешь. Но он это, он говорит, я мог все делать, все, что и другие дети говорят. У меня все получалось хорошо. У меня аж камень в сердце упал. Слава Богу. И сегодня они тоже тренировались, тоже все хорошо. Вот. Так что я очень рада. Теперь посмотрим, что Руиса и Замбуля учительницы скажут. Это будет на следующей неделе. У Левана, короче, все отлично. На всех уроках там классный руководитель он сказал по своим урокам, потом другие учителя писали ему про Леона. Ну, как же у ребенка другие учителя описывали, как он. Ну, на единственном, на одном уроке еще чуть-чуть, еще чаще должен поднимать руку. А так, говорит, все отлично. Везде у него единицы и двойки. Больше даже единиц почти. Так что мы очень рады, счастливы. Теперь мы будем обедать и потом едем закупаться, если успеем. Сейчас уже без десяти два. Потом надо будет Люису и Замбуля забирать. Потом опять дальше закупаться. У нас сегодня очень такой день. Ой-ой-ой. Ладно, потом подключимся. Времени нет. Быстро-быстро все. И что вы думаете? У нас время сейчас без десяти девять вечера. Я вся лохматая. Все планы у нас сегодня опять вот так поменялись. Все шло по плану, по плану. Поехали в магазин Росман. Покажу вам закупки, что мы в Росмане купили. И потом самую основную закупку, которую мы хотели сделать в нашем НЕТО. Вот еще один раз убеждаюсь, что я туда закупаться не буду. ехать. Но так как у нас мы в Росмане когда поехали, взяли Люиса и Замуэля с собой. Нужно было взять их. И чтобы их еще и не в НЕТО там мы хотели в другом городе в НЕТО заехать. Обычно мы так и делаем. Но в этот раз, так как мы хотели Замуэля и Люиса дома оставить, а потом в НЕТО я подумала, опять туда короче не хотели мотаться. Думаю, ладно, у нас в НЕТО закупимся. Заходим, Слава, в магазин, в мой магазин, где я работаю на эту. И заместительша моего начальника. Можешь, пожалуйста, пожалуйста, остаться, говорит. Двое не пришли, новенькие. Одна немножко, ну как, месяц или два работает у нас, а другая вообще должна была сегодня первый день выйти. Не пришли, просто не пришли. Я говорю, ну ничего себе. Она говорит, а у меня там завал. Одна на кассе сидит, а у нее, она вообще там надо очень много распаковывать. А я такая, говорю, Слава уже начала закупаться, я говорю, ну, мне же нельзя 10 часов больше, больше 10 в неделю. Я говорю, тогда что? Я говорю, тогда в субботу буду дома останусь. Она говорит, мы это как-нибудь решим. Ну, я говорю, ну, так подумала, думаю, ну, в принципе могла бы. Теперь придется завтра все закупать, продукты все основные. Такой огромный список у меня. Вот, я с полшестого мы зашли, до полдевятого отработала, теперь мне завтра на час меньше буду работать, с восьми не до двенадцати, а до одиннадцати, а в субботу выходная. А я так рада, я так рада, я так рада, очень рада, что сейчас отработала, зато теперь в субботу выходная, потому что Слава будет выходной, и у нас будет очень-очень хорошая погода, 20 градусов. Поэтому, я так рада, что завтра на час меньше, и... Пусть, слышишь? Да. Завтра на час меньше, субботу, и она, я так рада, я прям как не могу. Она мне... Скажешь привет, или нет? Привет. Здорово, соседи? Вот, так что я вам сейчас покажу, что мы успели в Neto Tok, ой, в этом, в Росмане купить, а основная покупка будет теперь завтра, перенесли. Теперь я на работу. Болтушкой. Я пришла, мы с Славой еще в магазинах быстро сориинвитироваться, потому что мы на одной машине. Хорошо, мы у нас тут, ну, тут совсем рядом. Я говорю, возьми, что ты в руки можешь взять, ну, хлеб такой, самый-самый, что сегодня обязательно надо. и остальное все, это иди пешком, а чтобы у меня машина осталась, потому что в темноте я боюсь одна идти домой. И он пошел пешком, машина у меня осталась, и, короче, вот так решили. Все, показываю вам, что я купила в Росмане. Вот, короче, вот это такое масло, ну, чтобы у кого сухие губы мазать, вот это вот, как бы гигиеническая помада, но это как масло. Сейчас открою, покажу. Вот, вот такое вот. Такой шарик крутится, как диодорант, на диодорантах есть такое. Вот пахнет, обалденно пахнет, очень вкусно. Так. Потом купила детям вот такие вот три бутылки, это они с собой воду берут в школу, их они уже старые, и я вот купила им новый, вообще это для велосипедистов стоит. Вот, вот так открывается, мне нравится, что там нету трубочки, легко мыть, и чисто будет. Вот, так закрывается, понравились мне. Вот эти три штуки взяла. Жалко, что три разных цвета не было. Было, было еще красная, пинк, как не знаю, розовая. Но так как у меня мальчики, они не захотели взять такой цвет, поэтому я им купила, вот, одну серую и две зеленые. Потом Льюису купила вот такой вот гель для душа и шампунь, два в одно, по-моему. Да, стоит для тела, для лица и для волос. Тоже три. Вот такой. Это его любимый гель. Очень любит. Потом вот такие купили пластыри. Это дети. Льюис взял. Недавно порезался бумагой в школе. Аж четыре разные кинул в корзину. Когда сегодня закупались, они с нами были в Рёдсмане. Вот такие вот. Один, который резать, а это такие водонепроницаемые и такие разные размеры. Потом вот такие вот зубочистки. Я их уже несколько раз брала. Они мне очень нравятся. Они с такой вот ниточкой вот, восковой. И вот очень нравится. Я их сюда беру. Потом вот такое интимное мыло. Тоже всегда беру его. Потом такие носовые платки бумажные. Ух ты! А ну, царь мой. Сейчас немножко прервусь. Вот это Льюис нарисовал. Алис Аляйна. Полностью, полностью нарисовал сам. Ну, ничего себе. Это он в папу пошел. Талант. Я рисовать абсолютно не могу. Ничего. Люсь, сверкли. Молодец. Короче, вот такие салфетки. Ну, потом тут женское. потом вот такие косметические салфетки. Это для макияжа. Я... Когда у меня стоит в туалете всегда. Потом ты себе тоже взял вот такой дезодорант. И сухой шампунь, как всегда. Вот это все мы купили в магазине Росман. Вот. Ну, остальную закупку буду завтра уже делать. Не буду, а будем. Я не люблю одна ездить закупаться. А, еще я забежала в магазин Тако. Я рассказывала, что я там заказала через интернет вещи. и чтобы они прислали в магазин. И вот сегодня с магазина я их забрала. Сейчас покажу, что я там купила, заказала. Вот такая футболочка. Это для Замуэля. 146 размер. Стоила 3,99. Такая футболка. Вот такая. Тоже для Замуэля. И тоже стоит 3,99. Потом вот такую. Вы это уже видели. Я для Замуэля заказывала. А вот эту Леон тоже захотел. Такую же. Поэтому я ему заказала. Теперь это Леона футболка. Стоила она 7,99. Потом вот такая футболка для Люиса. Вот. Стоит 7,99. Вот такая для Люиса 3,99. Вот такая для Люиса. Тоже 3,99. баскетбольная. Вот такая для Люиса. Люису самое много, потому что у него абсолютно. У него там 2 или 3 футболки. Все. 5,99 это стоит. Потом вот такие шорты Люису. Они стоили 12,99. И еще такие же, только они зеленые. Эти были темно-синие, а это темно-зеленые. На видео не передается цвет. Поверьте мне, 12,99 тоже. Все. Вот такие вот закупки были. В основном все Люису. Тут 2 футболок Замулю и 1 Леону. Но это конечно еще не все. Я еще потихоньку буду подкупать. До лета еще много времени, но я уже половину можно сказать купила. Я очень этому рада. Со многими скидками, хорошими скидками. Все. На этом буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто были с нами. Такой у нас очень насыщенный день. был. И планы тысячу раз конкретно поменялись к вечеру. Вот до пол что я рада. Я рада все равно как это все получилось. Иначе так надо было. И что в субботу выходной. Вот это меня очень радует. Теперь завтра 3 часа только от работы. Потом отдыхать буду. Как раз часик могу отдохнуть пока детей забирать. И Слава как раз проснется. Потом заберем детей. И поедем спокойно закупаться. Продукты теперь уже. И потом можно будет расслабляться. Потом у нас выходные. не надо будет думать завтра опять на работу. Или как сегодня Славе тоже закупались. И думает, что мы на работу вечером. Он сегодня последнюю ночь отработает. Все. Желаю всем хороших выходных. Хорошего настроения. будьте все здоровы, счастливы и любимы. Всем пока-пока. Славься. Славься.